В эти предпраздничные дни мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, проходят повсеместно. Одно из центральных состоялось в воскресенье в театрально-концертном центре Щелковский театр. Торжественный прием под эгидой руководства Щелковского района. День был выбран не случайно. 6 мая установлен законом как День воинской доблести Подмосковья. А также это и День памяти святого Георгия Победоносца, покровителя всех воинов. Более 200 человек собрались в зале. Прежде всего это ветераны и участники Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие узники фашистских лагерей, ветераны вооруженных сил. А также, что не менее ценно, участники детских и молодежных патриотических организаций. Мы собрались по очень важному и по очень памятному событию поклониться нашим ветеранам. Нашим дорогим людям, которые одержали Великую Победу в Великой Войне. Которые своим гражданским долгом подсчитали отстоять свою страну. Каждый день мы помним о наших прадедах, дедах, которые ушли. Каждый день мы помним. Потому что они подарили нам радость жизни. Потому что они подарили нам радость счастливого мая. В 41-м встали с оружием в руках на защиту Родины. Дошли до Берлина, победили, восстановили страну, подняли экономику. Счастливы жили и будем жить. И сегодня, когда наши оппоненты в мире пытаются вновь поднять голос против России, ничего у них не получится, говорили выступавшие на сцене. У нас хотят отобрать историю и память. Память историческую. Чего мы допустить никак не можем. Да, действительно, нас всегда испытывали на прочность. Испытывали военным путем. Никогда у наших врагов это не получалось. Подарком гостям праздника стала театрально-концертная постановка в исполнении артистов Щелковского театра, духового оркестра и его солистов, исполнивших любимые всеми поколениями песни военных лет. «Синий платочек», «Моя Москва», «За того парня», «Прощайте, скалистые горы», «Катюша», «Майский вальс». Им подпевали всем залом. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».